Не растут подтягивания? Все твои друзья уже давно делают двадцатку, а ты застрял на пятнадцати повторения? Значит, ты открыл правильный ролик, потому что сегодня я познакомлю тебя с методом, который позволит быстро увеличить количество подтягиваний. Блин, в этих очках я чувствую себя максимально нелепо на воркаут-площадке, но... Из-за этого проклятого солнца, которое слепит в лицо, снимать по-другому просто невозможно, я вообще ничего не буду видеть. Я говорю о методе... Черепашки. Чего? Существует ровно тридцать семь разных способов увеличить количество подтягиваний. О каких-то из них я уже рассказывал на канале, и ссылки я размещу в описании. О других я только буду рассказывать. И сегодня как раз такое видео, когда я тебе расскажу о новом методе. Он получил название метод черепашки. Почему? Потому что подтягивания нужно будет выполнять очень-очень медленно. Примерно с такой скоростью, с которой ползет черепашка. И помнишь, что пока ты не подписался на канал Street Workout, ты никогда не сможешь потянуться больше 19 раз, что бы ты ни делал. Как это работает? Два основных момента. Момент первый. Устранение инерции. Когда ты подтягиваешься очень медленно, то инерции в движении вообще нет. В обычном темпе ты быстро подтягиваешь себя вверх, и тело по инерции подлетает немного вверх, тем самым снижая нагрузку, которая требуется твоим мышцам. На обратном пути вниз ты также фактически руками только держишься за турник, а вниз тебя опускает сила гравитации, и она выполняет всю работу. Если же ты опускаешь себя подчеркнуто медленно, то в каждый момент времени ты противостоишь этой силе. Соответственно, требуется гораздо большая сила мышц, упражнение становится гораздо более интенсивным, а это значит более результативным. Второй момент. Время под нагрузкой. За счет того, что ты выполняешь все повторения очень-очень медленно, твои мышцы гораздо дольше находятся под нагрузкой. Что это дает? В первую очередь нервно-мышечную связь. Для того, чтобы ты мог подтягиваться... Холодно на улице, так говорить быстро. Для того, чтобы ты мог подтягиваться, твой мозг должен отправлять нервные импульсы в твои мышцы и говорить им, ребята, сокращайтесь, ребята, сокращайтесь, ребята, сокращайтесь и так далее. Представь, представь, что это война. Нужно продвигаться, народ, давай, быстрее, бегом, бегом. Твоя война против подтягиваний и против слабости. Итак, на войне у тебя есть главка, главнокомандующий, да, он где-то далеко в столице, в штабу, да, это твой мозг. И у тебя есть передовая, твои мышцы, твои ребята бравые, которые борются за каждое повторение. И вот крайне важно, крайне важно наладить связь, чтобы была связь между главком и передовой, чтобы на передовой выполняли все команды, которые им говорят. Во Второй мировой, если вспомнить, Советский Союз нес огромные потери в первое время войны, именно потому, что не была налажена связь между центром, между различными подразделениями и между передовой. И как только удалось это наладить, тут и пошел перелом в воде. То же самое в подтягиваниях, то же самое. Тебе нужно выстроить нервно-мышечную связь. Как она выстраивается? Именно за счет медленного выполнения повторений. Чем больше твои мышцы под нагрузкой, тем больше сигналов должен отправлять центр. Постепенно это накапливается, каналы связи увеличиваются, и таким образом твои мышцы способны дольше воспринимать сигналы. В них становится больше рецепторов. Рецепторы становятся более активно отвечающими на воздействие нервных импульсов из центра. И что тебе это дает? Когда ты потом перейдешь на обычные потягивания, ты сможешь легко выполнить больше повторений. Потому что, во-первых, они легче. Как я уже сказал в первом пункте, интенсивность медленных потягиваний намного выше, чем обычных. И, во-вторых, ты уже привыкнешь дольше времени находиться под нагрузкой. Это касается и мышц в пиццепсах, и спины, и хвата. Ты сможешь просто дольше провисеть, а значит сможешь выполнить больше повторений. Кстати, многие в комментариях спрашивают меня по поводу перчаток, в которых я занимаюсь. Это Workout Z2. Утепленный зимний вариант с кожаным покрытием ладони, который обеспечивает максимальное сцепление с перекладиной, так, чтобы рука никуда не скользила. Вообще, в России есть только одна компания. Это магазин Workout, который производит специализированные перчатки для занятий на турниках и брусьях. Именно поэтому в их перчатках тренируются многие топовые атлеты. Максим Трохановец, Павел Бабич, Дима Доценко, Игорь Войтенко и многие другие. Все они сделали выбор в пользу перчаток Workout, потому что это реально лучшие перчатки. Так что, если хочешь заниматься с комфортом этой зимой, переходи по ссылке в описании и заказывай себе пару, пока они еще есть в наличии. Теперь ты знаешь, как выглядит этот метод, ты знаешь, почему он работает. Самое время рассказать, как его использовать. В течение ближайшего месяца замени все свои подтягивания на всех тренировках на медленные повторения. Допустим, тебе на тренировке нужно делать 5 подходов по 10 повторений обычных подтягиваний. Ты привык так делать. Замени их все на медленные. Если ты не можешь делать подход целиком, не можешь делать 10 медленных подтягиваний, тогда разбей на несколько подходов, но каждый из них выполняй на максимум. Твоя задача выкладываться на максимум, делать медленно. И тогда я гарантирую, что через месяц твой максимум в обычных подтягиваниях вырастет. Это просто неизбежно. Так же, как то, что завтра солнце взойдет на востоке.